Всем большой привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам свою спортивную сумку. Покажу, что в моей сумке, именно в той сумке, с которой я хожу в бассейн. То есть у меня есть еще отдельная сумка, именно с которой я хожу на спорт, где я занимаюсь, а эта сумка именно для бассейна. Итак, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Сегодня это вот такая вот сумка от Pupa. Она у меня достаточно старенькая, но она мне очень-очень нравится. Она универсальная, небольшая, но в то же время достаточно вместительная. У нее по бокам два кармашка, большой отдел здесь, основной отдел, ну и, конечно же, внутри также есть кармашек. Итак, буду доставать все из сумки и показывать, что же у меня там есть. Первое, что мне попадается, это два полотенца. Я всегда обязательно ношу именно два. Одно такое маленькое на голову и второе прям большое, чтобы можно было обмотаться. Для чего? После бассейна я всегда хожу в сауну и, конечно же, нужно защищать наши волосы, пока у меня нет никакой банной шапочки, поэтому я пользуюсь полотенцем. В принципе, это достаточно удобное. И большое полотенце, естественно, чтобы вытираться и так далее. Далее, что у меня здесь есть? Это косметичка. Сейчас она у меня такая полупустая, можно сказать, что у меня здесь есть. Это такая вот прозрачная, обычная, даже не помню ей, по-моему, уже сто лет. Что у меня тут есть? Для того, чтобы помыться, у меня есть вот такая вот миниатюрная баночка, в которую я всегда наливаю любой гель для душа, который у меня есть. Здесь, например, гель, по-моему, полмолив, шоколад. Что-то там с шоколадом безумный, безумный просто запах. Далее у меня всегда есть вот такой вот спонжик для лица. Этот спонж я покупала в The Body Shop. Такой достаточно твердый и жесткий. Иногда я пользуюсь им, скрабирую свое лицо именно после сауны, когда у меня будет распаренная такая вся кожа. Также у меня здесь мой старенький давнюшний скраб для рук от Бархатной Ручки. Почему-то я им не пользовалась. Мне, наверное, год назад дарили упаковку, целую такую там и крем, и много всего было. И почему-то как-то я не пользовалась. Тут я, в общем, нашла и думаю, так, надо с собой, значит, брать на спорт. Вот. Безумно-безумно крутое средство. Значит, что здесь? Жужуба и миндальное масло. Запах просто нереальный. Когда я начинаю скрабировать свои руки в душе, все просто с ума сходят с этого запаха. Действительно, очень вкусно пахнут. И ручки становятся такие мягенькие, мягенькие, просто как у младенца. Очень клевая, кстати, вообще, в принципе, фирма. Бархатные ручки я очень люблю. И также у меня есть вот такая вот мочалка. По-моему, тоже покупала в Body Shop. Честно говоря, не помню. На самом деле, мне в Новый год подарили еще одну такую, только другого цвета. Так что одна у меня дома, а другая у меня именно в спортивной сумке. То есть здесь более такие пупурычатые массажные штуки. А здесь более колючие, прям такие жесткие-жесткие. Лучше всего пользоваться этой штукой в сауне, либо после сауны. Особенно вот этими, которые самые колючие. Потому что если вы просто так вот в душ, например, моетесь, начнете ею тереться, то это, конечно, очень больно. Не знаю, я просто не могу терпеть. Это нереально просто больно. Как будто бы ваша кожа царапается. А так я хожу в сауне, начинаю сначала массировать вот этими вот пупурышками. И потом, конечно, перехожу вот к этой жесткой штуке. Очень-очень крутая штука. Не знаю, мне нравится. Мне нравится такой самомассаж. Очень полезно. Вот, в принципе, это все пустая косметичка. Я ничего с собой не беру. Для лица я тоже не беру. Честно говоря, пользуюсь вот этим вот скрабом также на лицо. Там очень мелкие частички, поэтому ничего страшного. Он не пересушивает мою кожу лица. Так что для лица я не беру никакое средство дополнительное. Может быть, это плохо. Может быть, это хорошо. Не знаю, когда у меня бывают какие-то пробнички маленькие там, да, из всяких эльбокс, коробочек и так далее, то я, конечно, беру с собой и пользуюсь. А так, в принципе, нет. Далее, что у меня есть еще. Вот такой вот скраб для тела. Я его покупала в магазине белорусской косметики. Это крем-скраб, обновляющий эксклюзив косметика, шоколад, кофе, какао. Я специально брала такой скраб, чтобы после него не оставлялось никакой пленки. То есть, да, какой-то увлажняющий или питающий такой. Чтобы кожа была реально чистая. Я это делала для того, чтобы наносить потом обертывание, чтобы гораздо лучше впитывалось это все в кожу. Запах, конечно, обалденный. Безусловно, такой скраб вы можете сделать сами дома просто из молотого кофе, да, то, что у вас остается после того, как вы выпьете кофе. Конечно, это средство гораздо хуже, нежели вы возьмете, вот, то, что у вас остается после того, как вы варите кофе, да. Но у нас сейчас просто нет возможности варить кофе. Наша не плита не позволяет нам купить не турку, в общем, ничего. И мы уже думаем о покупке, в общем-то, кофемашины, чтобы хоть как-то. Поэтому мне пришлось купить вот такой вот кофейный скраб. Но могу сказать точно, что я его покупать больше не буду. Он скрабирует, но не настолько хорошо, насколько бы я хотела. Следующий у меня тут такой пакетик лежит. И в этом пакетике у меня также приспособление для сауны. Это масло Johnson's Baby, обычное масло для детей, да. Оно у меня уже очень давно. Расход у него очень маленький. И также у меня в пакетике лежит, конечно же, вот такая вот вакуумная банка. Этим всем хозяйством я также пользуюсь в сауне. После того, как я натерлась всякими этими щетками и так далее, я потом смазываю участки тела маслом, которое мне нужно, и также прохожусь баночкой. Ну, наверное, многие уже знают, что это за вакуумная такая массажная банка, самомассаж. Но, девчонки, у кого есть предрасположенность или расширенные вены, там, да, вот это вот сосудики на ногах, будьте очень аккуратны, потому что эта банка реально может вывести наружу какие-то ваши сосудики. Так что, пожалуйста, не переусердствуйте или проконсультируйтесь с врачом. Либо делайте это на тех участках, на которых, там, не знаю, на животе, например, да, это более безопасно, нежели на некоторых местах именно ногах. Вот, в принципе, я пользуюсь курсами, честно говоря, делаю где-то 10 раз. В неделю по 3 раза, получается, 10 раз, 10-15 даже раз делаю, потом делаю небольшой перерыв и опять, ну, в общем, как-то так. Мне нравится, в принципе, кстати, в сауне, если вы будете делать вот этот вот вакуумный баночный массаж, после того, как у вас все тело, уже вся кожа разогрета, это не так больно, нежели вы это делаете просто, там, в душик, перед душем, когда идете. Или просто после самомассажа даже обычного. То есть в сауне гораздо, гораздо все как-то мягче, мне кажется. Так, следующая, это вот такая вот шапочка, шапочка Спидо, покупала в обычном спортивном магазине. Мне порекомендовали именно такую, потому что она очень из такого плотного достаточно материала. Она у меня новая, потому что буквально несколько дней назад в бассейне я просто порвала шапку, когда я ее одевала. Во-первых, на занятии она у меня все время сползала наверх, я ее всегда натягивала упорно. И в итоге, когда перед очередным занятием я ее стала одевать, я тупо ее порвала, то есть у меня здесь такая просто дырка была. Я думала, ну что же делать, занятие-то же равно придется идти. В общем-то я кое-как отзанималась, тренерша мне дала там другую шапку, чтобы я не мучилась. В итоге я пошла, я себе и купила. Не покупайте, девчонки, реально какие-то дешевые шапки там, ну совсем дешевые, да. Они вам долго не прослужат, они в принципе достаточно быстро растягиваются, получаются такие растяжки на шапке. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, и то, что ее можно порвать гораздо легче. Вот эта, она реально такая плотная. И с ней, кстати, у меня волосы гораздо меньше вообще намокают. То есть если я очень хорошо подберу волосы наверх, то у меня ничего не намочится. Я была поражена, очень крутая шапка. Не сильно стягивает волосы, ой, волосы, как бы голову, то есть то, что нужно. Так что смотрите, проконсультируйтесь, потрогайте, пощупайте, прежде чем покупать какие-то шапки. Ну и дальше, конечно же, купальник. Этот купальник, по-моему, у меня от Adidas, по-моему, не помню. Этому купальнику уже тысячу лет, ну как тысячу, года четыре ему, наверное. И пора бы уже мне прикупить новый купальник. Если я куплю, то обязательно вам покажу. Ну, вообще, девчонки, в бассейн, на занятия, если вы просто плаваете, всем рекомендую покупать именно слитные купальники. Это нереально удобно. У вас нигде ничего не задирается. Вы не волнуйтесь о том, что у вас вдруг грудь выпадет или случайно трусы слетят. Не знаю, ну что-то такое, да? То есть вы занимаетесь спокойно и не паритесь, что у вас где-то что-то выскочит в какой-то самый неподходящий момент. Поэтому слитные купальники, это да, я их обожаю. Сзади, конечно же, вот такая вот штучка. Ну, то есть обычный, стандартный такой вот слитный купальник. Так что, когда я смотрю на девчонок, которые на аэробику пришли в раздельных купальниках, мне их уже заранее становится, честно говоря, жалко, потому что они реально мучаются. Вот, куплю новый купальник и обязательно вам покажу. И, конечно, я вам не показала свои шлепки. Я просто их забыла сюда сейчас положить. Шлепками я пользуюсь от Roksi. Это Quick Sealer. Очень удобный, мне нравится и достаточно хорошо и долго мне служит. Так, отправляемся в следующие боковые кармашки. Я, честно говоря, вообще любитель понабрать каких-то кремов для всех частей тела. Так, здесь у меня шариковый дезодорант от Nivea обычный. Также блеск Victoria's Secret. Номер какой? Pink. Pink лимонад называется. Вот такой вот блеск. Я всегда люблю, особенно после занятий, намазать чем-то губы. То есть, я не крашусь. Естественно, у меня косметика вся смыта. Всякие женские причиндалы. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Также вот такая вот байда просто крема, который у меня, слава богу, недавно закончился. Там осталась вообще капля-капля. Это значит Lemon Grass Body Lotion. Я не помню, где я его вообще покупала, если честно. Может быть, тоже в The Body Shop. Что-то здесь мне написано. В общем-то, я позарилась на эту большую бутылку, которая стоила достаточно недорого. Плюс запах лимонграсса, который мне очень нравился. Да, именно нравился, потому что теперь я просто не могу после этого крема. В общем-то, этому крему, наверное, года два уже. Я им сначала пользовалась. Потом я поняла, что у меня тошнит от этого запаха. Я перестала им пользоваться, забросила в долгий ящик. Думаю, потом, может быть, когда-нибудь вернусь. Потом я поняла, что выходом для меня именно брать его на спорт. В принципе, он неплохо увлажняет. Именно после бассейна. Больше я его не куплю. Тем более большие банки. Девчонки, не знаю. Я поняла, что большие банки покупать для меня это нет. Потому что эти запахи, у меня потом просто от них тошнит. Следующее, что у меня есть, это вот такой вот кремчик, который мне дарили от Avon для ног. От натоптышей, я так поняла. От мозолей и натоптышей. Мне очень нравится, кстати. Он такой немножко ментоловый, по-моему. Да, он ментоловый, такой белой консистенции. Расход у него очень-очень маленький. И действительно хорошо увлажняет ножки. Всегда им пользуюсь. То есть, кремом я наношу на все тело. Этим я мажу только ноги. Ну и, конечно же, для проблемных зон. То есть, у меня три крема. И этот крем, который у меня был в посылке L-Box. Allergoderm Anti-Age Slimming Body Cream. В общем, такой вот, да, подтягивающий типа. Я им мажу, конечно же, только среднюю часть тела. Это бедра, попу, живот. В общем-то, да. Он у меня тоже сейчас закончился. Не могу сказать ничего про него хорошего. Ну да, увлажняет. Ну да, запах неплохой. Но какой-то слим-эффект. Не знаю. Ничего не заметила, если честно. Вот. В принципе, да. Это и все крема, которые я также таскаю с собой. В переднем отделении. Здесь я обычно ношу расписание какое-то занятие. Также карточку на спорт. В общем-то, и все, что у меня было вот в этой вот сумке. Она сейчас совершенно пустая. Она небольшая, как может, наверное, показаться. Но она нереально крутая и очень-очень вместительная. Еще я для себя поняла, что чем больше сумку я покупаю на спорт, тем больше я туда стараюсь запихать. Поэтому это у меня сумка, наверное, с таким самым минимальным, наверное, я бы сказала, набором на спорт. На акву именно в бассейн. А та сумка, ой, сумка, которая у меня именно на спорт, где я занимаюсь, там просто черт ногу сломит. Если вам интересно, то дайте мне знать. Я вам сниму еще такое видео с сумка на спорт. Посмотрите, что у меня там лежит. Но там, конечно, у меня просто куча-куча всего. Вот, девчонки, на сегодня это все. Во всем большое спасибо за просмотр, за внимание. Люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!